Ходьба босиком это возможность окунуться в море новых ощущений, что может быть полезным, а может оказаться вредной привычкой. И Робинзон теперь решил узнать у харьковчан, ходят ли они босиком. Да. А как вы думаете, это хорошо для ножек или это плохая привычка? Смотря где ходить. А вот где ходить? На траве. А по траве, ну это как бы полезно или нет? Да. А что сдает это, если ходить по траве босиком? Ну не знаю, мне нравится. Да, очень часто. А как вы считаете, это полезно или вредно? Да, для психики, для нервной системы. Полезно или вредно? Полезно. Да. Как часто? Не очень, но говорят, что это полезно. Поэтому стараюсь делать это почаще. А чем это полезно? Это полезно тем, что разгоняет кровь, позволяет ей лучше циркулировать. Как бы тренируются, ну, во-первых, мышцы ног, вот. А во-вторых, там очень много находится разных точек, которые отвечают за разные внутренние органы, именно стопа. И советуют это делать почаще. Особенно зимой это еще практикуют как закаливание. Да. А вы думаете, это полезно или полезно? Смотря как, если там где-то по стеклам или по камням, то это не полезно. А если по траве или дома, то это может быть даже и хорошо. Звычайно ходжи и всем раджи. А почему? Потому что ходжиным босиком воно сприяє загартовыванию організму. Когда многие люди дотикаются до травы, которая просякнута просто-напросто росою, то, соответственно, організм загартовывается, по-перше, через то, что роса холодна. По-друге, все-таки травами видиляются какие-то полезные речевины, которые, соответственно, сприяются загоюванию ран, как и також воно сприяє утворенню нового шкирного покрова. Босиком? Да. Вообще редко, но ходил бы с удовольствием. А вы считаете это полезно или вредно? Считаю, что это полезно. А чем полезно? Мне кажется, что вот в ногах, в ступнях есть какие-то специальные точки, массируя которые можно принести пользу здоровью, если это делать в умеренных количествах. Продолжение следует...